Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доля просрочки по кредитным картам в Башкортостане за год снизилась на 7% с 19 до 12%. Среди 30 регионов лидеров по объемам кредитования данного типа республика занимает 21 место. В целом по стране в четвертом квартале прошлого года доля просроченной задолженности по кредиткам составила порядка 10,5%, сократившись за год на 4,5% пункта. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй. При этом самые низкие значения зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Хантамансийском автономном округе, Удмуртской республике, Московской, Свердловской и Самарской областях. Как отмечают эксперты, в прошлом году доля просроченной задолженности по кредитным картам снизилась практически во всех регионах. Наиболее существенное сокращение отмечено в Ставропольском и Алтайском краях. В среднем минус 10% пунктов за год. А также в Омской, Кемеровской и Оренбургской областях. Минус 8% в средних значениях. В Башкортостане доля просрочки составляет 11,7%. В Башкортостане доля просрочки снизилась на 7% пунктов. В банке тщательно контролируется ситуация с кредитным риском своих клиентов, в том числе в сегменте необеспеченном потребительском кредитовании. Как правило, кредитные продукты, включая карты, представляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга ПКР находится на должном уровне. При этом вполне вероятно, что в четвертом квартале 2019 года ряд плохих портфелей был передан в банку местопокрессии. В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг заемщика по кредитным картам за год по стране вырос на 10 баллов. И в январе 2020 года составил 652 балла. При этом, отмечают эксперты, минимальное значение по ПКР – 300 баллов, максимальное – 850 баллов. Более полутора миллиардов рублей в этом году выделят на строительство моста через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе. Об этом сообщили на строительном часе в Доме республики. Всего на возведение объекта за три года планируют направить из республиканского и федерального бюджетов более 3,5 миллиардов рублей. Сооружение протяженности почти 700 метров позволит разгрузить южный въезд и выезд из Уфы. На мосту организуют одностороннее трехполосное движение в сторону Оренбурга. Значит, окончание сооружения опор практически сегодня они выполнены на, будем говорить, на 80, на 75-80 процентов. Значит, там из 18 тысяч кубометров бетона уже 15 с лишним кубометров тысяч уложено. До паводка из воды на русловых опорах мы выйдем. И после паводка окончание опор будет 100 процентов. С апреля месяца мы должны приступить к монтажу металлических пролетных строений. Завершить работы монтостроители планируют в ноябре 2021 года, после чего рабочие приступят к реконструкции старой части сооружения. Горзеленхоз Уфы потратит порядка 300 миллионов на озеленение города. Заключены договоры с тремя подрядчиками. Они будут действовать до конца 2022 года, сообщается на сайте госзакупок. Из общей суммы 97,5 миллионов рублей предприятие направит на уход за цветами, деревьями и кустарниками. 167 миллионов рублей на выращивание и поставку саженцев. Еще в 42 миллиона обойдутся однолетние растения. Согласно договору, цена не может быть снижена или увеличена более чем на 10 процентов в случае изменения курса евро и доллара. Башкортостан занял 44 место в рейтинге регионов по уровню безработицы и расположился примерно в середине списка. Исследования провели аналитики РИА Новости по итогам ноября 2019-го января 2020 года. В республике уровень безработицы составил 4,7 процента и за год показатель практически не изменился. На 100 открытых вакансий в регионе приходится 225 безработных. Поиск работы занимает в среднем 6-7 месяцев. Самая благоприятная ситуация на рынке труда сложилась в Москве и Санкт-Петербурге. В крупнейших городах уровень безработицы составил всего 1,5 процента. Самое большое число безработных в Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане и Чечне. В этих северо-кавказских республиках показатель превышает 13 процентов. В целом число безработных россиян снизилось с 3 миллионов 700 тысяч до 3,5 миллионов. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи на РБК.